Талантливый человек талантлив во всем. Это в очередной раз доказались звезды российской эстрады и конкурсанты новой волны. Сегодня их рабочий инструмент не микрофон, а футбольный мяч. Игроки по традиции разделились на две команды. Уже состоявшиеся звезды выбрали себе воинственное название «Викинги», а звезды восходящие назвались просто «Ха-ха-ха». Очень приятное ощущение, но на песке тяжело играть, чем на газоне. И с такими людьми играть, потому что со звездами, очень классное ощущение. Здесь, я думаю, не важно, за кем победа. Здесь главное интересно просто. Это самое главное. Всем весело, всем интересно. Как признали сами звездные футболисты, за победу боролись в полную силу. Уступать они не привыкли ни на сцене, ни в спорте. Тем не менее, на первой же минуте матча в воротах команды звезд оказался первый мяч. Футбольные баталии – изюминка каждой новой волны. В разные годы в матчах принимали участие Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Валерия, Ирина Дубцова и многие другие. В нынешнем году состав участников звездной команды тоже внушительный. Среди них группы «Джукбокс», «Дискотека Авария», «Шоумен» Коля Серган. Соревноваться, конечно, тяжело всегда. Более песочное, если вы можете заметить. Бегать тяжело, прыгать, все такое. Ну, в принципе, у нас команда, хоть и ветеранов, но у нас есть и молодые ребята. Поэтому, в принципе, физподготовке мы не уступаем молодежи. Сейчас мы ведем беседу с нашим тренером, играющим капитаном, что девчонок тоже выпускал, потому что противник у нас играет с девчонками, а мы нет. Учитывая, что сегодня такая жара, солнце прямо по макушкам нам всем бьет, конечно, бегать по песку, я думаю, это не особо футбольное занятие. И все, боюсь, когда придет моя очередь, потому что я ни разу не играла в футбол, и я вроде смотрю, как же это правильно делается. На самом деле, мне кажется, это очень тяжело, особенно бегать в такую жару. Но ничего, все справляются, все активны, все болеем друг за друга. Борьба за Кубок новой волны развернулась нешуточная. Цифры на табло постоянно менялись. Поддержать любимых игроков пришло множество зрителей, среди которых и известные артисты. Это здорово, потому что, когда вокруг аура праздника, аура успеха, аура самодостаточности, это все помогает. Помогает конкурсантам в конкурсе, помогает как можно больше гостям приезжать в Сочи. Это очень важно, что здесь аура праздника. Это очень важно. И пусть жалеет те, кто упустили этот праздник. Итоговый счет игры 7-6 в пользу викингов. Это значит, что переходящий кубок новой волны по пляжному футболу еще один год проведет в звездных руках. Конкурсантов проигрыш не слишком огорчил, ведь их главные состязания еще впереди. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.